Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас формирование мифов о теории власти. Раздел «Теория власти». Исследование и изучение элит – непростой процесс, так как находящиеся на вершине социальной пирамиды люди не склонны к откровенности, даже на уровне мемуаров. В результате представления наблюдателей-экспертов, а после и населения, формируются путем достраивания и заполнения лакун, наблюдаемыми на более низких уровнях иерархии явлениями, слухами и фантазиями. Получается нечто дикое, которое больше говорит об авторах теории, а не о предмете исследования. Рассмотрим гипотетическую, фантастическую и невероятную историю. Совпадения могут быть случайны. В одной крупнейшей компании, в центральный аппарат, который разросся до неприличных размеров, на уровне среднего менеджмента, решили оправдать свое существование, продавая в виде стратегического и управленческого консалтинга передовой опыт управления своей компанией. Идея понятна и проста. Получить одобрение несложно, компания ведь успешная и крупная. Окрыленное руководство среднего звена дает поручения уже своим подчиненным. Подготовить материалы по лучшей практике они ведь работают в компании и не могут не знать. Много ли знают про уникальное управление на уровне топ-менеджера сотрудник, находящийся на ступени на пять ниже, ровно как и его руководитель. В результате мозгового штурма появляется сборник сплетен, слухов, баек, легенд и страшилок, собранных в курилке. Еще более дикая и едкая смесь, чем архипелаг ГУЛАГ, сложеница на парореале советской власти. Данный набор корпоративных анекдотов оформляется в виде, назовем это, методикой управления и направляется к крупным компаниям в качестве предложения о внедрении за большие деньги. Суть управления проста. Большой пряник выше рынка и очень-очень большой кнут, боль и унижение, приправленные ссылками на легендарный харизматический образ руководителя. Работать в такой среде психологически здоровый человек не сможет, но для составителей это не важно, эту ересь надо просто продать. Труба круглая, и через некоторое время сей управленческий шедевр пересылают топам компании, чью методику управления, здесь в кавычках, предлагалось копировать. Если убрать междометие, бурную радость и недоверие останется мы не такие. Примерно так выглядит описание элит и теории власти разных авторов и исследователей, когда с этими трудами случайно знакомятся понимающие в вопросе люди. Особенно забавно, когда они читают про себя в качестве примера. Ключевая проблема, что вместо элитариев натуралисты-наблюдатели описывают совсем других людей. Давайте посмотрим, каких. Первое. Действующих чиновников или контролеров потоков, статус и возможности которых определяются исключительно должностью, после утраты которой они превращаются в рантье. Второе. Людей, свиты, рыб прилипал, царедворцев и т.д., что залезли в ближний круг элитариев за счет общей истории и личных черт, основная задача которых не выпасть из обоймы, чтобы не потерять статус. Третье. Набравших активов рантье, которые часто выполняют роль свиньи копилки, причем даже не для себя. И четвертое. Получивших статус синекуру по наследству, который в реальности намного ступеней ниже, чем у родителей. Для первых двух категорий борьба за власть и статус является самоцелью. Они живут в вечной гонке и страхе, чувствуя, что любая их ошибка может стать крахом. Остальные живут в комфорте, понимая, что существуют правила игры, которые от них не зависят. Поэтому надо просто им следовать и надеяться, что резких изменений не будет, и они смогут адаптироваться. Собственно, большая часть видимых западных элит относится к указанным категориям. А правила игры там стали настолько устойчивы, что менять их практически не требуется. Настоящие элитарии пишут правила игры. Для них статус и власть не цель, а лишь промежуточная задача. Решить которую нужно для достижения личной цели. Они способны решать нестандартные задачи, требующие сложного согласования и вне их текущих должностей. Иначе это просто коррупция. Уход с постов, завершение проектов и так далее для них в суть переход на следующий этап, а не жизненная катастрофа. В США нет бывших президентов. Так и с элитариями. Бывших не бывает. Их статус неотторжим от них. Определяется достижениями, реализованными проектами, социальным капиталом, сохраняющимся потенциалом, способностью решить нетиповые задачи и проблемы, получая удовольствие от жизни, не боясь ошибок, которые можно исправить. Кстати о мифах. Очень малое количество детей элитариев, 90-х и нулевых, коим счет шел на тысячи, имеют сопоставимый или более высокий статус, чем родители. Их родители. Начальный старт у них замечательный, но дальше нужно самим. Большая часть предпочитает стать рантье и жить по правилам. Кстати, знаете, вспоминаю, сейчас отвлекусь, Катасонова. У него была передача, и он так, знаете, между делом говорил, он приехал из, ну он не из Москвы, он приехал из другого города и поступил, кажется, МГИМО. И учился на тот момент, он уже такой достаточно в возрасте профессор, учился с детьми уровня Микояна и так далее, и так далее. Вот это был его круг общения. Вот, и сейчас он как бы говорит об этом и вспоминает, что уже много перетрубаций уже произошло, жизнь длинная. Он говорит, что ни один из детей вот этих вот великих людей, которых мы все знаем, и которые занимали посты очень высокие в СССР, ни кем не стал. У кого-то даже квартиры поотнимали, да, там мало, всякое было у нас в истории. Вот, и в общем, они там теперь кто-то жалуются, плачут, но ничего в жизни не добился. Такая история. И финал у нас. И да, по сравнению с Западом, наше общество очень динамично, а правила изменчивы, отчего нужно много больше настоящих элитариев, многие из которых достаточно открыты. Главное знать, куда смотреть и не отвлекаться на живущих по правилам. Вот, все, спасибо, дослушали заметку до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам всего хорошего. Очень рада, что наконец-то праздники закончились и входим в обычные трудовые будни. Субтитры сделал DimaTorzok